Продолжение следует... Не так, чтобы очень сильно довольны, потому что когда учебный год начинается не с первого сентября, то он, как принято говорить в Израиле, начинается с левой ноги. Итак, что же происходит? В чем, так сказать, зарыта собака? Почему учебный год не начинается? В чем основные претензии профсоюза учителей? На эту тему беседуем с Давидом Эдельманом, историком, политтехнологом. Давид, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, в чем основной конфликт? Ну, смотрите, обычно происходит забастовка, когда истекает срок договора между Министерством финансов и профсоюзом учителей. То есть коллективный договор? Да, но в этот раз немножко другая история. Дело в том, что договор истек в 2016 году. Но пока было правительство Бенемин Натаньягу, почему-то руководитель Союза учителей Яфа Бендавид не считал нужным, что переворачиваться. А в этом году она решила это сделать, вернее, даже не сейчас. Просто с самого начала, когда возникло то, что называется правительственный перемен, она начала вести кампанию против этого правительства и против Министерства финансов. Теперь, насколько это оправдано, сейчас мы можем говорить, но была договоренность между общим израильским профсоюзом, что очень интересно, у нее фамилия Бендавид, а у руководителя Кистадруса всеобщего профсоюза трудящихся Бардавид. Поэтому и Бендавид, и Бардавид переводится и обозначает сын Давида. Но вот эти Давидовичи, они... Так может, они родственники, нет? Дети одного и того же Давида? Нет, а вот эти Давидовичи, они пошли разными путями. Бардавид объявил, что год после ковида, учитывая ситуацию в экономике, учитывая трудности, вот он замораживает требования о повышении зарплаты. А вот постковидный год, и вот на протяжении всего этого 22 года не будет требования о повышении зарплаты, но он будет вести конструктивное сотрудничество с Министерством финансов, добивая тех или иных услуг, поблажек и так далее. Что и происходит. И все говорят, что влияние общего кистодрута трудящихся, оно огромное. Гораздо больше, чем когда Амир Перец с мегафоном в руках буквально заставлял замереть страну. Теперь, Яфа Бендавид, она решила, что она будет именно непреклонной, бескомпромиссной, и так далее. По этому поводу в ее адресе течет целая... Секундочку, а никаких объективных причин для тронения? Объективные причины, безусловно, есть. Теперь, безусловно, есть объективные причины. Но сейчас мы говорим о позиции руководителя профсоюза, которая, в принципе, ведет очень гибкую позицию, не готова вести переговоры. И я сейчас просто перечисляю обвинение в ее адресе, потому что это бывшая министр просвещения и бывшая одна из руководителей партии Ликуд. Лимур Левна заявила, что она, в принципе, подыгрывает Ликуду. Вся эта ситуация, она политизирована. И это, в принципе, компания, которая ведется против нынешнего правительства для этого Ликуда. Потому что, понятное дело, что если у родителей не пойдут 1 сентября дети в школу, то эти родители очень... Секундочку, Давид. Разговор о новом коллективном соглашении, насколько я помню, начался еще в январе месяце. Шли переговоры, от которых министерство финансов всячески отбрыкивалось. Они так кидали какие-то подачки. И та же самая Яфа Бандавитник, ночью будет помянута, говорила, что вы дотянете, вы дотянете до 1 сентября. Они говорили, а, оставь. Потом более-менее интенсивные переговоры были в мае. И тогда уже стоял вопрос о забастовке. Даже, если я не ошибаюсь, что это было типа такой небольшой предупредительной забастовки. Но понятно, что учебный год заканчивается, никому это не интересно. В течение лета шли переговоры, и вот мы подходим к сентябрю. Причем даже если министерство финансов сейчас выполнит все требования профсоюза учителей и добавит еще от себя увеличение зарплаты процентов на 20, то 1 сентября все равно входить в класс будет некому. Потому что дефицит учителей в Израиле достиг просто катастрофических размеров. Потому что вопрос с заработными платами и условиями труда учителей не решался годами. Поэтому сейчас просто уже такая то, что называется соломинка, которая перебила спину верблю. Так что учебный год может начаться по другой причине. Я абсолютно с вами согласен. Проблемы накапливались не годами, а десятилетиями даже. Но Иоанусов падает именно на этот 1 сентября. И такое впечатление. Давайте решим все разом. Хотя вы сами сказали, что... Я повторяю, с января все это тянется. Поэтому это падало на Новый год, так сказать. Но произвести даже в январе месяце такое количество новых и новых учителей, которые требуются, просто невозможно. Нужны им программы долгосрочные. Нет, нет, секундочку. Конечно, произвести учителей невозможно. Но была возможность, объявив об увеличении заработных плат, удержать от увольнения огромное количество учителей, которые ушли. Которых не отпустили в шабатон. То есть отпуск, который полагается учителям один раз в 7 лет. И администрация имеет право один раз отказать в этом шабатоне. То есть учителя, которые планировали уйти, им отказали в уходе в этот отпуск. И они просто уволились, многие из них. Многие учителя... Отказали именно из-за нехватки учителей. Совершенно верно. Совершенно верно. Им отказали из-за нехватки. Многие учителя уходят на досрочную пенсию. Да, опять-таки, если бы мы увеличили... Минуточку. Если бы этим учителям добавили зарплату, может быть, они бы подумали и не ушли бы на досрочную пенсию. А сделали очень просто. Их просто не отпустили на досрочную пенсию. В ответ, что сделали эти учителя, они просто уволились. Да, и стали репетиторами. Совершенно верно. Я совершенно не хочу обсуждать учителей и совершенно сейчас не хочу говорить о разных формахах. Я хотел сказать совершенно другое. Вы абсолютно справа, что проблемы израильского образования – это долгосрочные проблемы, которые нуждаются в стратегических решениях. И эти решения даже трудно было бы ожидать от правительства, которое существует всего один. Это первое вещь. Поэтому можно, конечно, критиковать и правительство, можно критиковать и Афган-Давид, но это все гораздо более долгосрочные проблемы, которые нуждаются в долгосрочных решениях. Теперь, очень часто критика, которая звучит, и, допустим, сегодня Алекс Пушнир сказал, что у нас самые высокие выплаты на образование, а образование на уровне стран третьего мира. Он прав? Он действительно прав. Другой вопрос. А почему так происходит? Все, что касается нынешней ситуации, нынешней волны обсуждения, не затрагивает самых главных вопросов. А самые главные вопросы, они совершенно другие. Где-то в последние 15 лет Израиль действительно начинает платить. То есть от общего размера государственного бюджета у нас идет на нужные образования больше, чем в других странах ОСИДИ, то есть престижного западного клуба. Больше, чем в других странах. Если брать при разделении бюджетного пирога, то несмотря на огромные затраты Министерства обороны, которые, ну понятно, сделала Израиль воюющая страна, находящаяся в перманентном состоянии войны, затраты на Министерство образования гораздо больше. Теперь, они сейчас стали больше, а то, что они были больше от бюджетного пирога в последние 15 лет, тоже идет. При этом известно, что затраты на каждого конкретного ученика, отдельного ученика, они у нас меньше, чем в других западных странах. Почему существенно меньше? Существенно, несущественно. Вопрос, почему же это происходит? Почему же в общем на образовании дается больше денег, а на конкретного ученика дается меньше денег? Происходит это прежде всего потому, что в Израиле очень высокие рождаемости. И основная причина – это демография. То, что нам в последние годы говорят наши друзья из МВФ и других международных финансовых институтов, они говорят, не с экономикой, со всеми остальными, вот все в порядке. У вас есть одна мина замедленного действия – это демография. В том числе она и в области образования. Поскольку в Израиле растет рождаемость, причем она растет прежде всего в так называемых фундаменталистских секторах. Это украинский и арабский сектор. Общие расходы на детей, на образование в Израиле должны постоянно расти, занимая все большую часть бюджетных грагов. Причем надо же сказать, что и другие вещи в Израиле никак нельзя. Это совершенно не принадлежит полицию, оборону и прочее. А расходы на каждого конкретного ученика становятся с каждым годом меньше. Это первая причина очень высоких расходов. Но есть и вторая причина, которую тоже надо учесть. И она касается опять-таки того же вопроса, который касается демографии. То есть вопроса религии и государства, вопроса сегрегации. Дело в том, что в Израиле, когда говорят в израильской системе образования, чего-то не хватает. 100% чего-то не хватает. А не хватает самой системы. В Израиле не существует единой системы образования. Это вопрос, который большинство стран западного мира решили давным-давно, еще где-то в 18-м, кто-то в 19-м веке. То есть, допустим, в Британии они подумали, что если в школах преподавать религию, то если мы будем преподавать англиканскую религию в британской школе, то мы же не можем преподавать только англиканскую. Нам надо будет и пуританам давать деньги, и лютеранам, и кальвинистам, и католикам, и там православным, если они будут, и многим-многим-многим другим. Ну и евреям, понятно, и гриманам и так далее. В результате у нас вместо единой системы образования будет много разных головных болей. Какой выход из этого стал понятно в Британии, во Франции, потом в США, в Германии и так далее? Может быть, только один. Если школа получает копейку, цент, шекель, дотации из государства, то для того, чтобы существовала единая система образования, то в этой школе нельзя преподавать религию, как бы нет. То есть Библию, допустим, можно преподавать как литературное произведение или как историческую память, но не как религию. В Израиле этим пренебрегли. В западных странах, опять-таки, есть религиозные школы, но они частные школы, общинные школы или еще как-то школы, не принадлежащие государству. Кстати, допустим, в католической школе Германии выше преподавание математики, чем в общегосударственных школах. Или в еврейских школах США выше преподавание математики. Хотя они вроде бы религиозные школы. В Израиле этим пренебрегли. И по соглашению статус-кво, соглашение, которое таит всего 4 пункта, которое кажется каким-то большим вещью, а это соглашение, подписанное в 1948 году, между Бенгарионом и антидоксальными партиями, в Израиле существует много-много систем образования. То есть у нас чаще всего, когда говорят о системе образования, говорят об одной системе, государственной школы, где учатся наши дети. Государственные школы. Да, государственные светские школы. Кроме этого, есть государственные религиозные школы. Государственные религиозные школы, куда ходят люди в вязанных типах. И отдают своих детей. Кроме государственной религиозной школы есть третий тип школ. Это ортодоксальные школы, которые в свою очередь делятся на ортодоксальные хасидские и ортодоксальные литваческие. А внутри ортодоксальные хасидские тоже есть много-много разных подразделений. Кроме этого, есть школы системы ШАС, специальные школы для религиозных сефардских евреев. Кроме этого, есть шестая система. Это система арабские мусульманские школы. Кроме арабско-мусульманских школ, есть арабские христианские школы. Кроме арабско-христианских школ, у нас есть школы для друзов, потому что у них отдельная глигия. А кроме школ друзов, у нас еще есть и мусульманские школы. То есть у нас даже по большому счету это 9 разных систем школ. И эти 9 разных систем школ должны иметь каждая свои учебники, свои инфраструктуры, своих методистов, свои профсоюзные организации. Я уже не говорю, что там где-то на обучении существует и религиозная система школ, ШУВУ или еще что-либо подобное. Они все должны иметь свою инфраструктуру. И это понятное дело увеличивает затраты на образование и уменьшает затраты на каждого ученика в отдельности. И это действительно самый серьезный вопрос о демографии, о неотделимости религии от государства в вопросах образования. Но эти вопросы, они даже не поднимаются во время нынешнего кризиса. Во время нынешнего кризиса идет этот спор совершенно не от другого. Если говорить честно, то этот вопрос должен решаться. Но это вопрос, который никто не поднимает сегодня. А министерство финансов имеет какие-то свои планы. Нет, этот вопрос, Давид, этот вопрос прежде всего должен решаться министерством образования, то есть профильным министерством, в котором работают специалисты. Министерство финансов решает, выделять на это деньги или не выделять. Этот вопрос должен решаться избирателями во время выборов, если будут соответствующие программы об отделении религии от государства, об уменьшении этого... Давид, 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 отделение религии от государства, ты понимаешь, вот мы сейчас порочим голову нашим зрителям и нашим грядущим избирателям. Если этого не будет никогда, отделение религии от государства не будет. Тогда решение проблемы не будет никогда. Значит, решение проблемы может быть без отделения религии от государства. Все это тоже прекрасно знают. Не может быть. Если у вас есть статус-кво, в котором написано, что школа будет преподавать религию, то вы не можете выйти из этой системы депритации. Извините, не работает это так. Если у вас датируется высокая рождаемость, датируется многодетность, то вы не можете выйти из этой демографической ловушки. Это совершенно другие вопросы. Они не решаются таким образом. То есть, либо вы двигаетесь в этом направлении, я понимаю, тоже не за раз, не за год. Но либо вы двигаетесь в этом направлении, либо вы попадаете в эту ловушку, из которой не выйдете. И тогда можно придумывать разные меры, но которые будут на уровне мазать ли йодом ножки кровати, на которой кто-нибудь больной или не мазать. Секундочку. Нехватка учителей по причине плохих условий труда и низкого заработка к системе религиозного образования не имеет ровным счетом никакого отношения. Вы хотите видеть вот один маленький квадратик и говорить о нем. Это очень интересно. Посмотрите на картинку. Она гораздо больше, чем этот квадратик. То, что вы говорите, это очень маленькая часть. Государственные светские школы, в которых тоже преподает грибинс. Государственные светские школы. Но это один квадратик маленький. Это часть огромной картины, которую никто не видит. Никто не пытается решить этот вопрос системно. А оно либо решается системно, либо не решается темно. И где же выход? Прошу прощения, взаимосвязь. Выход двигаться. В том направлении снижать, убрать дотации за многодетность. Так, стоп, Давид, секундочку. Есть понятие идеальной модели, есть понятие реальной модели. Значит, идеальная модель, которую ты сейчас представляешь, то есть отделение региона государства. Нет, это реальная модель. В 2003 году министр финансов Вениамин Атаньян. Вениамин Атаньян, находясь в правительстве, премьер-министр Ариэля Шарона взял и убрал дотации. Да, он был брошен на амбразуру тогда, Ариэля Шарона. Убрал дотации на многодетность. Больше таких глупостей он не повторит, потому что он тогда потерял такую часть электората, что, так сказать, его приход к премьер-министру отложился на несколько лет. Поэтому сейчас он такого в жизни не повторит. Нынешнее правительство, Давид, нынешнее правительство, которое было впервые за многие годы светское правительство, да, светское, бесхоредимое, безрелигиозное, оно теоретически могло все это сделать. Оно не сделало ничего. Во-первых, оно не могло, потому что у них внутри было две религиозные партии. Две религиозные партии, не одна. А у них внутри была партия БНСА, которая была премьер-министра. Я хочу напомнить, что партия Мина – это религиозная партия, то, что называется «Ивыители Ходдава». По-любому. Потому что она представляет один очень влиятельный часть религиозной общины, причем ортодоксальной общины. Это не ультраортодоксальная, а просто ортодоксальная. Это вязаные кипы. И вторая, у них была другая религиозная партия, которая бы наложила вето на любое движение в этом направлении. Это партия РАМ, которая митюльманская религиозная партия. Нынешнее правительство ни в коем случае не являлось правительством безрелигиозным. Единственное правительство… Следующее правительство это будет точно с участием религиозным? Мы не знаем. Единственное правительство в этом веке, которое было безрелигиозных партий, было с 2003 по 2005 год. Это правительство Агелья Шарона вместе с партией Шины, которая тогда поставила условия, что они хотят это правительство безрелигиозных партий. Может быть, но это была не заслуга партии Шины. Это была заслуга избирателей, которые голосовали за партию Шины. Именно потому, что они ставили условия в правительство, где будет хотя бы одна религиозная партия, мы не выйдем. Все. И вопрос решать, в принципе, избирателям на выборах. А как они будут голосовать, это все будет зависеть. Ну что ж, мы вновь, как и в предыдущей программе, мы пожелаем нашим уважаемым избирателям обязательно пойти на выборы. Еще раз, мы не агитируем, за кого вам голосовать. Это ваше дело, господа. Но пойдите, пойдите на выборы и скажите свое слово. Потому что иначе жаловаться и пенять будет не на кого. Давид, спасибо за участие в программе. Я напоминаю, что мы беседовали с Давидом Игельманом, историком-политтехнологом. Программу вел Александр Гурарье. Всего доброго. До свидания. До свидания.